Ребята, всем привет! Меня зовут Евгений, я живу и работаю в Петербурге. Сегодня в ролике мы с вами немножко погуляем по городу, решим кое-какие мои дела, проблемы. В частности, зайдем посмотрим, есть ли валюта, по какому курсу она сейчас продается в центре, в выгодном обменнике, где нигде не будет, знаете, при магазинах, гипермаркетах, где адовый курс. Потом зайдем в торговый центр, посмотрим, открылись ли некоторые магазины, которые меня интересуют. Дальше, дальше что еще? Ну, чуть по Питеру пройдем. А, проверим, открылся ли Макдональдс. О, да. Потом поедем к моему программисту, заберем ноутбук, затем зайдем в магазин, купим продукты, приедем домой, приготовим торт. Короче, куча дел у меня, как всегда. Так что ждем автобус, ну и гоу в центр. До Восстания мне надо ехать. Вот так. Так, ну что, мой автобус подъезжает, номер 15, как раз до Восстания, до Московского вокзала мы с вами доедем. Ой, и место есть, господи, какая радость. Пойдемте. Так, оплачиваем карты. Все? 60 рублей сняли. О, гады. Так, друзья, я в прошлом видео вам забыл показать, сколько, господи, как по поселочной дороге едем, такие ямы, сколько стоит бензин. Он, кстати, так и не меняется. У него цена за 4 месяца. Не дорожает и не дешевеет. Как-то так живем. Так, друзья, пока переезжаем в Неву. Скажу вам, что у нас в Петербурге с 1 апреля прошла транспортная реформа. Увеличили количество автобусов на линии, да. То есть сейчас, учито того, что я пользуюсь общественным транспортом, действительно стало, вот я прям на себе почувствовал, стало больше автобусов. Стали мы меньше их ждать. Автобусы стали, видите, новые, чистые, аккуратные. Так что, потихоньку, жизнь у нас тоже налаживается. Все хорошо, в смысле, тоже налаживается. Все улучшается. Все движется в позитивном, хорошем ключе и направлении. Вот дела широкая. Вода леденющая, течение быстрое. Не вздумайте никогда, если будете в Петербурге и перепрыть ее. Это невозможно. Вот как-то так. Ладно, едем дальше. Друзья, если у вас будет стоять выбор, между тем, поехать на метро, либо на автобусе, выбирайте первый вариант. Потому что мы ползем, как гусеницы, не знаю, как улитки просто. Понимаете, у меня уже желание выйти и пойти пешком. Я же заплатил 60 рублей, это уже как бы надо доехать до конца. Ну, конечно, это отвратительно. Через метр светофор, через 2 метра пробка. И вот так ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ну что, знал, поехал на метро бы. Вот так. Коршуна не прошло и полгода, а мы доехали наконец-то до центра. Чирпых, чирпых. Сейчас с вами быстренько зайдем туда, в галерею, вон туда. Посмотрим, работает ли мой адидат. И дальше побежим по делам. Хорошо? Так, друзья, мы с вами были здесь 2 месяца назад. Ничего хорошего не случилось. Ну и плохого тоже. Собственно, все магазины, которые были закрыты, включая Starbucks, ну, Starbucks, по-моему, совсем уходит из России, они не открылись. Давайте быстренько поднимемся на третий этаж. Мой аддик работает или нет. Вдруг, вдруг, Байден позвонил и сказал, что можно вести свой бизнес в России, ребята, да? Поехали. Друзья, не позвонил. Закрыто, закрыто. Мой магазинчик любимый. Не пускают меня. О, гады. Кстати, спортмастер обнаглел. После того, как адидат закрылся, вот они напротив, да? О. Они цены задрали в разы 3. Там вообще дохлая какая-то. Я даже заходить к ним не буду. Там какая-то, знаете, дохлая тряпочка. Ну, типа куртка. 8 тысяч в прошлый раз стоила. Да ну нафиг. Переживем. Ладно, пойдем дальше. Так, поднялись на фудкор. Мак закрыт. Ну, вот Burger King работает. KFC работает. Макдональд закрыт. Кстати, у меня профессиональная деформация. Вот эту плитку я продаю, которая здесь на полу лежит. Я даже знаю, как эти коллекции называются. Потому что я, собственно, их продаю. Представляете? Плитка производится в России. Вот, пожалуйста. В торговом центре положения. Молодцы. Так, ну что, пойдемте дальше в пункт обена посмотрим. Что там у нас с баксами. Идем. Так, друзья, вот на восстание самый выгодный курс. Так что, в принципе, конечно, да. Разница в 10 рублей. Чем вот в Гиппере там по 77 был доллар. Да, здесь по 67. Евро. Ой, опять, пожалуйста. Смотри, реклама надоела вот уже. Евро 73. Где находится? Смотрите, вот галерея. Вот. И вот так. Спускаетесь. Вот здесь будет написано обмен валюты. Вот так. Ну, видите, уже очередь опять. Неделю назад еще не было. Вот так. Женщина говорит, как старые добрые времена. Чтобы купить доллары, надо немножко постараться. Ну, ладно, пойдем дальше. Так, я сейчас обращаюсь к коршуным из Украины, которые мне будут писать. Не верю, липовый курс не верю. Типа, сходи, купи. Друзья, переведите мне деньги в любой валюте. Гривны, там, рубли, я не знаю, хоть арабские, там, не знаю, там, куки-муки. Поэтому, ребят, переводите денежки, я куплю вам доллары в России. Хорошо? Курс вы видели. Наценку никакую не возьму. Куда перевести? Пишите в личку. Поверьте мне, мы люди такие прошаренные. Любые санкции, любые отключения, свифтов, мы все обойдем. Я вам все расскажу, покажу. Главное, чтобы вы перевели гроши. Я вам денежку куплю. Окей, ребята, договорились? Все, по секрету только, никому не говорите, что я такой тут вам. Ладненько, ребятки, пойдемте еще дальше. Прогуляемся чуть-чуть по Невскому и зайдем в церковь. Хорошо? Пойдем. Друзья, один из самых первых Макдональдсов на Невском, видите, еще не работает, но висит объявление, ведется прием на работу. Я, кстати, что хотел сказать. Ребят, вот это все, вот это все, 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 что вы видите, видело блокаду, пережило вот эти страшные события. Вот все эти дома, без исключения. Представляете, как интересно, в каком месте я живу? Ладно, возвращаемся к Макдональдсу. Короче, как только откроется, мы с вами сходим и попробуем. Посмотрим. Изменилось меню, не изменилось? Как с ценами? Вы видите меня? Вот я, вот я перед вами. Ладненько, идем дальше. Сейчас еще хочу в Казанский собор с вами зайти. Коршуны, будьте в Питере, заходите покататься на теплоходах, одевайтесь, как на Северный полюс. Холод лютый, лютый, даже страшную жару. Там околеть можно от Невы, от холодной воды. Господи, сколько народа. О, смотрите, поехало. Три человека, видите, все укусаны, как на Северном полюсе. Коршуны, я сейчас ведусь с вами своим наблюдением. Пока шел до Казанского собора, это и Казанский, и Исаакиевский, все мне путают. Казанский, Казанский, и Северная Казанская. Так вот, пока шел с Московского вокзала сюда, это около двух километров, не увидел ни одного бомжа, ребят, ни одного. То есть вопрос, куда не делись. Я знаю, Коршуны с Украины напишут, вы настолько не все голодные, что даже бомжей нет. Стопудово, Надеюсь, вспоминает. Это уже как бы надо готовиться морально к этому. Ну, на самом деле, вот, вспоминаю, сколько было в Европе, даже в Финляндии, казалось бы, холодной, северной, сельсинки просто заварены бездомными людьми. Вот так. Идем собор, идем. И, ребята, видите, он там ряженые ходит, да, типа там Петр Великая и Екатерина Великая. Не подходите ни в коем случае. Там одна фотография с ними стоит, в лучшем случае, рублей сто. Ну, вдалеке они вот в платье ушли. Это не просто там, не городки сумасшедшие. Это реально люди зарабатывают, но там лучше, конечно, фотографируйтесь бесплатно, если вдруг увидите в Питере, чем вот с этими ребятами, орлятами. Ладно, идем в собор. Идем. Друзья, да, периодически в церковь я захожу. Благодарю вообще Бога, судьбу, удачу, за то, что вот у меня все так складывается, что за все то, что я имею в этой жизни. Спасибо. Ну и, конечно, желаю чего-то большего, чего-то лучшего. Понятно, что сейчас это было не открытие магазина Adidas в Питере, однозначно. Это было немножко больше и охватывало огромное количество людей, живущих на этих многострадальных территориях. В любом случае, все наладится. Главное, чтобы быстрее это произошло. Вот так. Ладно, едем к программисту моему, забирать ноутбук и дальше по делам. Поехали. Коршуна, я еще хотел кое-что добавить по поводу церкви. Значит, кто не верит в Бога, я, собственно, сам особо не верующий, специально туда не хожу, так, знаете, мимо проходишь, так, сейчас, говорю, проговориться тут. Короче, мимо проходишь, так, знаете, зайдешь, попроешь что-нибудь. И самое интересное, что оно, знаете, как, оно сбывается на процентов 30 больше, чем ты загадываешь. Всегда причем. Во! Вот честно вам скажу. Что бы я ни просил, казалось бы, самого абсурдного и невероятного всегда сбывается, всегда приходит только на процентов вот реально 30, а то и 50 больше и быстрее. Вот так. Вот такая интересная математика, такая интересная магия там в церкви. Самое главное, с душой, с чистым сердцем прийти туда и просить что-то искренне. И все получится. Хорошо? Так что, ребята, скоро все у нас наладится, заживем, все дружно, мирно, без проблем, разногласий. Вот так. Ладненько. Так, через остановку я выхожу и забираем с вами ноутбук. Скажу, сколько заплатил. Сейчас подниму, скажу. Так, все, ноутбук забрал, заплатил 2000 рублей. Программист сказал, ноутбук сейчас твой петь будет. Так быстро все будет летать. Ну, посмотрим. Короче, коршуны. Если все ок, я сейчас попробую. Это видео уже, кстати, буду монтировать на новом ноутбуке. Вам скажу, что нормально и там Питер, имейте ввиду. Можно ко мне будут обращаться какие-то, ну, контакты, чтобы там, если вам надо Windows установить. В любом случае, не за 8 тысяч, как мне сказали программисты с этого, с Авито, да, а за 2. Ну, посмотрим, как сделаю. Так, сейчас идем домой и в магазин заходим, начинаем печь торт. Во, поехали. Что, друзья, я дома, коммуналка пришла мне за июнь. Вот сейчас покажу вам вот сумма, смотрите. Это за двухкомнатную квартиру в Питере. в принципе, ну, я считаю, недорого. Дело в том, что я за две комнаты в коммуналке, которые задаю, плачу больше, чем за эту квартиру. До конца не понимаю, почему. Сумма из двухкомнат получается в два раза меньше, чем эта квартира. Платишь больше. Ладно. С этими грошами хрен разберешься. Короче, сейчас покажу, что я купил, ребята, и буду готовить торт. Сегодня, как готовить, буду вам не покажу. Дело в том, что буду готовить первый раз и не уверен, что получится. Поэтому, когда уже руку набью, пойму, что ок, гуд, тогда уже с вами вместе приготовим. Хорошо. Все, сейчас переворачиваю камеру, вам показываю, что я купил в магазине, сколько потратил. Так, ну что, смотрите, сначала я зашел в этот, фермерский магазин, купил там кусок белорусского масла на развес, посмотрим, как оно, и купил творожный сыр. Это мне для торта надо. Заплатил там, а, и этот, и изюм. Заплатил там 700 рублей. Потом, мне еще оказалось мало, я зашел в перекресток и, видите, взял еще филе по акции, там было, вот масло, видите, тоже срок годности подходит, для выпечки нормально будет. Что за мороженое, можно будет песочное тесто сделать, ну и бананы, мое любимое. И здесь еще заплатил почти 900. Короче, ребят, 1600 потратил, ничего не купил. Видите, вообще вот так. Маркиз поразит, смотрите, не ест корм. Маркиз, ты где? Иди сюда. Положил, не ест. Ну что? Ай, господи. Никому котик нам перевоспитание не нужен, случайно. Ладно, сейчас приготовлю тортик и с вами посмотрим, что получится. Хорошо? Поехали. Так, ну что, тесто сделал. Оно не шоколадное, там корицы много. Делаю морковный торт, по-фински называется. Рецепт, кстати, тоже по-фински. Не в граммах, каких-то дээлах, поэтому, ребята, ой, господи, сейчас жар пройдет. Поэтому, неизвестно. Самое интересное, что нужно его печь на 200 градусов. Обычно на температуре такой высокой мяса делается. Короче, ребят, ставим в духовку, сейчас посмотрим, что получится. Так, ну что, корж мой из Покси. Как-то, честно, пока я не могу сказать, что я счастлив. Подозрение, что не получилось у меня. Ну ладно. Сейчас, короче, я вот подливку, которая... здесь обычный творожный сыр, сахарная пудра и чуть-чуть плавленого сыра. Нанесу сюда и поставим в холодильник. Завтра утром с вами будем пить чай и пробовать. Хорошо, что получилось по вкусу. Так, друзья, доброе утро. Ну что, сейчас попробую, что у нас получилось. Я, кстати, уже... Сколько мы сейчас? Без 10,6. Ну, видите, я пораньше люблю встать. И еще сейчас в микроволновке кашка разогреется. и будем с вами завтракать. Так, снимаем пленку. Опа. Ну, сейчас, в общем, я, опа, мусорку оброжу. Так, ну что, друзья, что я ем на завтрак? Это каша. Обязательно. Пшонка. На молоке. Ммм. Ням-ням-ням-ням. Обожаю каши. Ну что, давайте попробуем торт. Я его разрезал. Видите, он получился таким, он получился непористым. То есть, вот сейчас я мой рецепт покажу. Вот здесь, смотрите. Видите, там проблема в том, что что-то измерялось в единицах ДЛ. И мне сложно было перевести вот эту. Ну, ладно, первым блинком, ничего страшного. В любом случае, для того, чтобы приготовить что-то вкусное, можно и обжечься один раз. Ну что, пробуем. Ребята, сейчас. Давайте. есть можно, но что-то не то. где-то я, короче, неправильно перевел единицы измерения. Вот так. Ну, сейчас я попью. по поводу ноутбука. Значит, посмотрел, программист, все хорошо сделано, кричал мне какие-то куча программ, даже не нужных. Я вам сказал, одну программу, для того, чтобы нарезать и соединять там видео, да, для Ютуба. У меня там штуки три, каких-то там и фоторедакторов. Короче, будет время, буду сидеть разбираться. В целом, ну, за две тысячи, я считаю, нормально. Не за восемь, как не с авито, предлагали. Поэтому вот такие, ребятки, дела. Все, ладно, ну, что могу сказать. Группа в телеграме, Коршун из Санкт-Петербурга, подключайтесь, давайте там дружить. Мало ли, все-таки островок безопасности сейчас должен быть. Вот так. У меня сегодня выходной, все. Не знаю, скорее всего, поеду, покатаюсь на велосипеде. Ну, вот так. Активно проведу время, чтобы немножко разогнать себе вот эту энергию. Обычно, когда покатаешься, ух, столько дел переделать, успеваешь. Как-то так. Все, ребятки, обнимаю, целую, еще увидимся. Пока. А, коршун, коршун, коршун. Стол за 20 тысяч рублей скоро должен приехать. Компьютерный, естественно, я буду снимать вам видео. Хорошо? Так что, скоро увидимся. Все, ребят, пока-пока. Пока.